даже с 30-летним опытом в красивой жизни я до сих пор не понимаю фразу лифтинг макияж он же возрастной тем более косметику для этого макияжа я еще могу понять уходовые продукты да логично но помада и тени для 50 плюс нонсенс тем не менее буду ломать эти стереотипы моя мини лаборатория видя что с кожей предстоят маневры охотно согласилась перепачкаться я смешал тон wellness от промейкоплаб добавил жидкий хайлайтер с розоватым сиянием от macpro и капнул того же масло от промейкоплаб комфортнее будет и нанесение и уверен кожа порадуется и делаю это легко и равномерно распыляю фиксирующий спрей от max factor и промахиваю влажную поверхность тона пуховкой на нее приклеиваются излишки продукта что делает тон намного легче скажу так он адаптируется к состоянию кожи для проработки детали возьму классический жидкий корректор от эстрада добавлю его желтого коллегу от armani и каплю стойкой помады в цвете фукси от jeffree star и кто не запретит этот мелан шаламизон давно смотрю на этот цвет так что пошалю с ним немного смешивая эти цвета в разных пропорциях стараюсь подобрать нужный оттенок для каждого участка кожи максимально высветляя или убирая легкие недостатки конечно в разумных пределах иллюзии макияжа маневрирую с плотностью нанесения корректора делая детальную растушевку подушечкой пальца и фиксирую пуховкой как вы понимаете кожа склонах сухости и обилие сухих продуктов не совсем не понравится так что для скульптирования использую классический кремовый карандаш от mac в коричневом оттенке наношу на палитру и затем кистью прорабатываю овал лица минимизируя скажем так последствия гравитации затемняю линию волос и боковую часть лица но без сумасшествия следуя моей цветовой интуиции и опыту работы в красивой жизни постараюсь использовать мою фуксию в румянах смешиваю ее с жидким халайтером и здесь очень важны пропорции помада стойкая и очень пигментирована поэтому нужна такая полупрозрачная легкая консистенция но с хорошей фиксацией наношу подушечка пальца и быстро делаю растушевку на яблочках теперь нужно закрепить все мои маневры с кожей очень тонкий момент так нужно немного фиксирующей пудрой и одновременно легкое сияние так что смешиваю пудру от романовой и авангарда и для более легкого эффекта воспользуюсь большой кистью наношу широкими круговыми движениями равномерно распределяю пудру по всему лицу и очень аккуратно вальсирую кистью фиксирую участки кожи и все мои цветовые выкрутасы опять спрей и он здесь не просто так он увлажняет пудру что позволяет при помощи пуховки убрать эффект маски оставить на коже бархатный и очень естественный глянец помним да промакиваем не растираем так как можно стереть весь наш многослойный маневр делаем легко и без спешки настало время поиграть с цветом и похоже я откажусь от классической стилистики макияжа 50 плюс и сделаю губы яркими почему бы и да фуксия же не просто так появилась в моих руках насыщенным крадошом для губ очень медленно но верно делаю прорисовку контура уделяя особое внимание форме и деталям подчеркиваю естественную форму и очень аккуратно заполняю всю поверхность губ делая растушевку подушечкой пальца и заботясь о небольших деталях вызванных скажем так естественным ходом времени и чтобы губам было комфортнее немного бальзам от макс фактор не помешает наношу аккуратно важно не переборщить а то помада просто всплывет затем моя фуксия идет в разгул немного на палитру и кистью очень аккуратно наношу на всю поверхность губ одним словом дублирую карандаш и так как он был более темный цвет помады выглядит насыщенно и интенсивно все как заказывали макияж глаз начинаю с прорисовками из яснички используя стойкий карандаш от романовой и очень насыщенно подчеркиваю линию глаз здесь важно подать глазам выразительность и постараться сохранить естественные пропорции затем кистью пока карандаш не зафиксировался делаю растушевку в разных направлениях создавая равномерный цветовой переход но не затемняю подвижное веко и очень аккуратно обозначаю складку века делая растушевку чуть выше ее границ это минимизирует эффект гравитации и визуально открывает глаза тем же карандашом делаю прорисовку нижнего века и повторяю маневры балансируя интенсивность цвета и обязательно подчеркиваю внешний уголок глаз соединяя верхнее и нижнее века и здесь любые маневры хороши главное придать форме глаз выразительность не уходя в чрезмерную театральность и мой любимый каял как раз тема того что с удовольствием рисую макияж глаз должен быть яркий но без лишней интенсивности так что смешиваю стойкие жидкие тени от эстрада и цвет получается как раз что надо в меру яркий сложный и идеален для зелено карри глаз и пока тени не высохли кистью быстро наношу их на все подвижное веко стараясь не выходить выше складки после очищения кисти делаю растушевку и мягко убираю излишки продукта создавая равномерный цвет тот же прием использую для нанесения тени на нижнем веке и стараюсь сбалансировать цвет смягчая интенсивную прорисовку глаз слегка вытягиваю растушевку внешнего уголка глаза и если я уже перепачкался фруксии почему бы не использовать этот цвет чуть выше складки века во внешнем уголке это всегда визуально освежает и приподнимает века создавая легкий баланс между румянами и оттенками макияжа глаз и здесь как никогда важна легкая рука так как надо сделать намек на цвет его нельзя делать в полную силу компактной скульптирующей пудрой от прямой каплаб очень аккуратно прорабатываю чуть выше складки века во внутреннем уголке глаз создавая глубину и матирую века играя на контрасте текстур делаю растушевку по анатомическим пропорциям линий глаза и обязательно балансирую внешний уголок нижнего века создавая мою любимую дымку очередной вызов моей бегутинке вы же понимаете что пропустить процесс подкручивания лисниц я не могу тем более я просто люблю это делать после такой подкрутки тушь обязательно в закромах нашлась черная интенсивная от романовой она прекрасно справляется со своими задачами ресницы чернее черного то что надо как мне кажется брови сами по себе в полном порядке требует легкой интенсивности карандашом от max factor делаю прорисовку против линии роста волос и затем акцентирую индивидуальные волоски важно сделать это легко и сбалансировано и конечно фиксирую гелем от арт визаж легендарная пудра от герлен метеориты всегда хорошо наношу равномерно и круговыми движениями очень плавно высветляю все лицо аккуратно фиксирую под глазами и делаю это практически в одно касание и в завершении для смягчения стойкой помады чтобы клиент себя чувствовал более комфортно наношу бальзам от max factor делаю это подушечкой пальца и фиксирую уголки губ убираю салфетки и моя работа визажиста завершена я уверен понятие возрастной макияж придумали маркетологи красота и женственность привлекательны в любом возрасте особенно если вы умеете маневрировать своей косметикой удачи вам и красивых вам макияж